В эфире служба новостей Сарова 24 в студии Марии Посыпай. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Народные избранники продолжают обсуждать один из главных документов города. Требуем отчета, собственникам жилья приглашают принять участие в акции. Грант в 5 миллионов рублей. В Сарове появится новый кинозал. Далее расскажем обо всем подробно. Больше искусственного льда и крытых бассейнов и минимум одно парковочное место на квартиру. Депутаты продолжают обсуждать нормативы градостроительного проектирования. Прописанные на бумаге нормы признаны значительно улучшить жизнь горожан. Вот только как теорию совместить с практикой, пока не совсем понятно. Тем не менее, большинством голосов документ вынесен на рассмотрение на ближайшую думскую сессию. Чтобы жизнь в городе была комфортной, в новых нормативах предусмотрены, например, радиус доступности от мест жительства до детских садов 300 метров, а до школ 500. Исходя из сегодняшней численности населения, определена единовременная пропускная способность спортивных сооружений. Например, на универсальных полях для игр на траве одновременно смогут заниматься около 45 тысяч человек. Плавать в бассейнах до 16 тысяч, заниматься на ледовых катках сразу 35 тысяч человек. И еще более 35 тысяч на закрытых ледовых аренах. Таким образом, вместимость спортивных сооружений по нормативам позволит заниматься спортом одновременно сразу всем жителям города. Учитывая сегодняшнюю ситуацию, когда мест для занятий спортом явно не хватает, картина, нарисованная новым документом, выглядит утопичной. 30 тысяч человек должны единовременно находиться на ледовой арене. Вот поэтому могут находиться. И это мы должны обеспечить с вами. Подтверждая такие нормативы, мы себя загоняем по сути в ловушку. Мы должны обеспечить их этот норматив. Вопрос, как обеспечить прописанный норматив, остался без ответа. А вот с парковками рядом с жилыми домами депутаты, кажется, более или менее разобрались. В документе требуемое количество машиномест связано с категорией жилья. Для бизнес-класса предусмотрено два машиноместа на квартиру, для эконом-класса одно и два машиноместа, для муниципального жилья одно и для специализированного показатель 0,7. Чтобы не мудрить, к какому классу относится дом, определять категорию жилья, а вместе с тем и площадь парковок, по мнению народных избранников, может сам проектировщик. Если проектировщик проектирует квартиры стандартного класса и хочет сделать их максимально дешево в существующих условиях, он так и называет, что я строю квартиры стандартного класса и делаю 0,7 парковочных мест на одну квартиру. Если застройщик хочет, так сказать, выделить это жилье, сказать, что оно элитное, застройщик может увеличить количество парковочных мест и будет называть это жилье бизнес-классом. В общем, он как называется, так и стоит. Назвался груздем, полезает в кузов. Вот так просто. Никакой привязки к метражу квартиры и уровню комфортности. Как вы дом назовете, столько парковок и проектируйте. Наверное, это удобно. Подавляющим большинством голосов депутаты вынесли проект местных нормативов на рассмотрение на ближайшую сессию. В повестку заседания Думы войдет и вопрос о приватизации помещений на Силкино-25. Но прежде чем проголосовать за него, депутаты предложили возможную альтернативу использованию участка. В принципе, действительно, вот рассмотреть поддержку, поликлинику, было, мне кажется, достаточно интересно. Это место. Оно расположено удобно, то есть доступно со всех сторон. Мы начнем с того, что мы должны поменять генплан города. Начнем с этого. Потом мы должны сделать новый проект планирования. После этого мы должны пойти опять в инвестсовет и сказать, мы такие молодцы, что меняем одно на другое. Сами не знаем, что хотим. По словам Владимира Еминцева, вопрос с размещением новой детской поликлиники уже решенный. В планах начать индивидуальную разъяснительную работу с жителями близлежащих домов и владельцами гаражей, которые могут попасть под снос. Люди персонально хотят знать по каждому гаражу, что будет с ними, его судьбу. Поможете людей начинать, чтобы информационный пост пошел, что с ними начали персональную работу. Давайте за следующей неделей начинать эту работу. Давайте. Все, спасибо. Лидия Шилаева, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей, Саров, 24. Требуем отчета. С таким лозунгом собственники многоквартирных домов начали обращаться к своим управляющим компанией. И именно так назвали свою новую акцию. Ее главная цель – призвать владельцев квартир принимать активное участие в проверке годовых отчетов управляющих организаций по выполнению работы в многоквартирном доме. О том, что делать, если деньги за оказание жилищных услуг уходят в никуда. Наш следующий репортаж. Наталья Калиновская – старша по дому номер 9 по улице Дзержинского и организатор акции «Требуем отчета». Она уже не первый год внимательно следит за отчетами своей управляющей компании, чтобы понять, на что тратятся деньги, которые собираются на оказание жилищных услуг. Мы понимаем, что там не все деньги, которые мы тратим, находят там подтверждение. Например, я могу сказать, что за 2013 год у нас только 30% денег были отражены в этом отчете. Тогда Наталья и другие собственники квартир организовали собрание с представителями управляющей компании, где приняли решение, что такой отчет им не подходит. В нем не отражено, куда ушли остальные деньги. Но эта встреча ничего не изменила. И в 2014 году собственники получили еще менее прозрачный отчет. Они уже умнее поступили. Они отразили все деньги, но мы не совсем согласны. Не все работы сделаны. Объемы не те работы и так далее. Вроде бы все сошлось до копеечки. Но по сути мы же каждый день видим наш дом. Мы знаем, что делалось, что нет. По словам Натальи, в 2015 году ситуация еще больше ухудшилась. Управляющие организации стали публиковать свои отчеты в соответствии с новым приказом Минстро и РФ. И теперь в них нет детального перечня выполненных работ и не указываются объемы. Что сводит до минимума возможность контроля деятельности со стороны собственников. Почему-то никто не хочет подумать, что мы равноправная сторона договора. Почему-то считается, что мы должны платить и ни о чем не спрашивать. В рамках акции участникам предлагается самостоятельно или с помощью активистов найти на сайте управляющей компании информацию о своем доме и изучить ее. И если там есть противоречия, организаторы помогут составить претензию и при необходимости направить ее в вышестоящие инстанции. К акции уже присоединилось более 15 домов старого района. И с каждым днем число желающих понимать, за что они платят, все увеличивается. Более подробную информацию можно получить по телефону 60330. Мария Руинч, Владимир Есеников, Владимир Лисик. Служба новостей. Саров-24. Майские выходные в этом году составят 4 дня. На 1 мая россияне уйдут в воскресенье 29 апреля. Суббота 28 апреля будет рабочий, но сокращенный на 1 час. Вместо нее отдыхать будем в понедельник 30 апреля. 1 и 2 мая также выходные. На День Победы запланирован только один выходной. 9 мая. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В городской администрации напоминают. В четверг 5 апреля в художественной галерее пройдет общественное обсуждение концепции благоустройства парка имени Зернова. Приглашаются все желающие. Начало в 17 часов. Центр поддержки предпринимательства приглашает сроченный интерактивный семинар «Современные методы управления проектами и командой». Участники встречи узнают о том, как принимать правильные решения, грамотно управлять коллективом и настраивать сотрудников на командную работу. Семинар пройдет 6 апреля в 12 часов в Центре поддержки предпринимательства. Вход свободный и бесплатный. В Муроме подвели итоги турнира по художественной гимнастике среди городов России «Муромские встречи». Наш город представляли воспитанницы отделения художественной гимнастики детско-юношеской спортивной школы «Икар». В групповых упражнениях серебряным призером соревнований стала сарусская команда конфетти. В нашем городе появится новый кинотеатр. Городской музей получит 5 миллионов рублей на реконструкцию кинозала в городской художественной галерее. Деньги вылезут в рамках гранта от правительственного фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии. К концу года в учреждении культуры появится современное оборудование, которое позволит показывать самые новые фильмы, а также проводить вечера фестивального, авторского и документального кино. Фонд кино подвел итоги конкурса на получение грантов для городов до 500 тысяч человек. Одним из победителей этого конкурса стал городской музей Сарова, который получит 5 миллионов рублей на реконструкцию кинозала в городской художественной галерее. Мы заняли в рейтинге 23 место. Все эти деньги 5 миллионов, то есть это была максимальная цифра, которая может быть выделена в рамках поддержки. Вся эта сумма уйдет на переоборудование аппаратуры, на поставку нового оборудования в наш киноконцертный зал. При выборе обладателя гранта учли, что городской музей проводит многочисленные фестивали. Фанк, Набат, Время, Родина, Кино, акцию «Открытые премьеры» и многое другое. По итогам фестиваля средства выделены 172 кинозалам в 56 регионах. И уже в конце 2018 года в художественной галерее появится современное оборудование для показа новых фильмов и проведения вечера фестивального, авторского и документального кино. Здорово, что у нас появятся сейчас новые возможности для того, чтобы продолжить вот эту нашу линию, наше желание поделиться со зрителем хорошим кино, хорошим, умным, отечественным кино. Обязательные условия фонда кино. Все кинотеатры-получатели грантов до конца 2021 года в каждом квартале должны отдавать не менее 50% сеансов под прокат отечественных фильмов. Ирина Вашегородцева, Константин Островский, Владимир Лисик. Служба новостей, Саров-24. Воспитанники школы номер 11 завоевали золото и серебро в конкурсе «Школа проектов». Первое место присудили работе азбука химических элементов. Второе место отдали четверокласснице, которая разработала более 260 безопасных маршрутов от дома до школы в Яндекс.Картах. К финалу ребята готовились больше года. Минимум нерегулируемых пешеходных переходов, максимум безопасности. Создать оптимальный маршрут до школы и обратно решила Дарья Чумакова. Она уверена, ее разработкой могут легко пользоваться даже первоклассники. Я разрабатывала безопасный маршрут, расположенный в микрорайоне МБУ «Школа номер 11» до школы, проложенный в онлайн-сервисе Яндекс.Карта. Задача конкурса – представить социально значимый проект, который можно использовать в жизни. Поэтому подготовка заняла почти год. Даша изучила все дома, закрепленные за 11-й школой, и построила маршруты по всем правилам дорожного движения. Моим безопасным маршрутом можно пользоваться. Он является официальным документом. И родители могут привлечь внимание ребенка, не нарушать правила дорожного движения. Дима Парфенов решил привлечь внимание детей к такой сложной науке, как химия. Работа над азбукой химических элементов началась с того, что мальчик придумал игру с таблицами Менделеева. А потом решил бумажный вариант сделать интерактивным. Если уходишь в таблицу Менделеева, нажимаешь на какой-то элемент, и этот элемент с информацией открывается. Дима увлечен химией давно. И с помощью такой интерактивной азбуки он хочет доступно и наглядно рассказать всем, что химия – это не сложно, а очень интересно. Елена Грецкова, Владимир Есеников, Владимир Лисик. Служба новостей. Саров-24. Саровские школьники не перестают удивлять своими знаниями и умениями. Ученицы третьего лицея приняли участие в Олимпиаде по математике имени Леонардо Эйлера. Девочки с успехом прошли все этапы и защищали честь нашего города на всероссийском уровне. По итогам финала саровчанки получили возможность в начале июня отправиться на математическую смену в образовательный центр для одаренных детей «Сириус» в городе Сочи. Олимпиада имени Леонардо Эйлера – своеобразная альтернатива Всероссийской Олимпиады школьников. На принять ней участие могут только ребята среднего звена, а все задания рассчитаны на программу восьмого класса. Олимпиада проходила в три этапа. В дистанционном приняли участие более шести тысяч школьников, в региональном – около двух тысяч. Сама Олимпиада состоит из двух туров. Это первый и второй день. На каждом дне по четыре задачи. Каждый день задачи идут по уровню сложности. Что-то удалось решить, что-то нет. И после Олимпиады понимаешь, над чем нужно работать. Заключительный этап Олимпиады проходил сразу в четырех городах – в Кирове, Барнауле, Москве и Санкт-Петербурге. В нем приняло участие лишь 270 школьников из 42 регионов России. Среди них ученицы восьмого класса, лицея номер три Анастасия Корявка, Елизавета Манжула и Дарья Зенина. Олимпиаду мы писали в Кирове. Задания были очень интересные, весьма сложные. И это для нас был незаменимый опыт – поучаствовать в подобном мероприятии. По итогам Олимпиады Дарья Зенина и Анастасия Корявка получили грамоты и уникальную возможность стать участницами математической смены в образовательном центре «Сириус» в городе Сочи. Ирина Вышегородцева, Владимир Есеников, Владимир Лисик. Служба новостей, Саров-24. В продолжении выпуска смотрите рубрику «Новости Росатома». Мы расскажем вам о том, чем живет крупнейшая госкорпорация страны. Эти статьи стали революционными в области спектрометрии. Их не устают обсуждать в научных сообществах, а некоторые ученые-мужи Европы и Америки даже брать за основу собственных экспериментов. Сам же автор этих материалов – профессор Национального исследовательского ядерного университета МИФИ Александр Сысоев – не перестает удивляться обрушившемуся на его персону вниманию. В этом году меня пригласили на 17 международных конференций по спектрометрии. Ажиотаж вокруг Александра Алексеевича связан с прорывным результатом работы его команды. Группа преподавателей и студентов МИФИ, базового вуза госкорпорации «Росатом», разработала прибор для определения элементного состава вещества, который может работать без использования так называемых «эталонов». На данный момент безэталонный анализ, он в принципе не применяется, некоторые его доощряют невозможным, но мы достигли этого результата, создали базу для безэталонного анализа в результате того, что рассмотрели движение ионов на абсолютно всех этапах прохождения в приборе. Теоретические выводы специалистов МИФИ подтвердились благодаря математическому моделированию в специальных программах, а также в результате экспериментов на изготовленном прототипе прибора. Последний, к слову, обладает рядом экономических преимуществ перед широко используемыми в настоящее время спектрометрами. Он дешевле, во-первых, и не требовал расходных материалов. Это приводит к тому, что мы можем анализы сводить буквально до единиц минут, при этом получая более точные результаты, чем с помощью других приложений. Эти конкурентные преимущества российского массоспектрометра открывают поистине безграничные перспективы его использования. На сегодняшний день данные приборы необходимы в медицине, геологоразведке, нефтехимии, криминалистике и, конечно же, атомной энергетике. Запуск в промышленное производство массоспектрометра разработки МИФИ поможет не просто удовлетворить спрос, но и стать еще одним успешным неядерным бизнесом Росатома. Это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города на нашем канале в YouTube и в группах в социальных сетях ВКонтакте, Facebook и Одноклассники. Также вся актуальная информация на сайте srov24.ru В студии работала Мария Посыпай. Всего вам доброго и хороших вам новостей.